Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью ей присниться. Ты ей пожелай, бою, бою. Приболела немножечко наша девочка. Отдыхай. Отдыхай. Вот тебе игрушечку дали. Вот с игрушечкой веселей. Молодец, Джеллочка. Молодец. Ничего, все будет хорошо. Спокойной ночи. Итак, мы идем в нашу ветклинику на сдачу анализов. Биохимический и клиническую кровь будем брать. Делочка. В шоке. Джеллочка, ты в шоке? Собака лежит в больницу, приходят родственники, навещают и гулять. Ого, какой лёгкий. Ого, какой лёгкий. За хвостиком виляет. Я думал, как бы вылезет. Так, мы идем. Сейчас вылечит нашу девочку. Будем лечиться. Привет. Привет. девочка как ты себя чувствуешь, моя красавица куколка наш сделали джели УЗИ подозрение на инфаркт селезенки сейчас мы будем рентген делать рентген сделаем посмотрим, что там у нас в ребрах смотри, задышала анальгин тебе вкололи так легче стало вроде бы ну-ка, повернитесь джелочка, как ты себя чувствуешь? сейчас рентгенчик с желчки сделаем и пойдем домой красавица наша, куколка не переживай, ничего страшного ну что, сделали нам укольчик, пошли очень моя умничка побежали, побежали домой вот так, и лапки уже ходят более-менее ну вот, нам сделали укольчик немножко полегчало уже на ножках стоим джелочка пошли, моя девочка пошли вот, молодец давай, потихонечку ну, ожила а то совсем вялая была ожила немножко моя куколка моя девочка вот и хвостиком завиляли моя красавица моя девочка шляткая вот она у нас хорошая какая вот такая вот такая ну, полегче, да? полегче стало куколке нашей пошли погуляем что так тебе еще спинку погладить? давай, поглажу вот так вот, и хвостик у нас какой красивый джейло пошли погуляем чуть-чуть идем иди сюда иди вот умничка вот умничка идем анализы собака джела приняли записали все, что у нас тут рентген сделали вроде бы нет никаких метастаз опухоля опухоль может быть и есть но в принципе все нормально признаки свободной жидкости не визуализируются вроде говорят что живот у нее такой ведь в жидкости надо будет откачивать дали ему кровь только что сходили еле-еле дошли лапки у нее болят пишет походка ориентация в пространстве депрессии ментальный статус угнетение шерстяной покров норме туроргар в норме как бы все в принципе в норме но собака еле ходит и выглядит очень подавленно и практически только спит ничего хотя ест аппетит есть курочку и пьет много сделали узи брюшной полости грудной клетки анамнез поставили причину визита но пока диагноз так и не подтвердили подозрение на инфаркт селезенки первый раз слышу такое название но оказывается есть такой диагноз печень выступает за край в общем непонятно пока что происходит у нее нельзя исключить не неаплазию селезенки в общем пока непонятно уже заплатили мы немалую стоимость вчера 6000 сегодня 4 уже 10000 сегодня вот сдали анализ на 4000 и сделали нам обезболивающий укольчик так что вот так посмотрим что будет дальше но если потребуется операция то сказали что лучше наверное будет усыпить потому что операцию она может не выдержать уже 13 лет собаке это будет очень дорого стоит и в конечном итоге собака все равно помрет через год ну сколько я отмерена поэтому не знаю даже что и делать посмотрим что скажет сегодняшний забор крови к сожалению пришлось усыпить нашу собаку анализ крови показал что у нее вообще практически не было гемоглобина кровь не вырабатывалась и весь организм обескровил ну как я поняла я точно не могу разобраться короче говоря очень много показателей крови были намного выше нормы или намного ниже нормы что практически не сопоставимо с жизнью вообще очень было странно потому что только в понедельник она еще с счастливой улыбкой на лице бегала со мной по парку мы же бегали по утрам а в пятницу вот так вот она уже практически вечером не могла ходить мы ее тащили на руках спасибо соседи во дворе помогли довезти до ветвечебницы которая буквально в пяти шагах от нас была но мы не могли ее с мамой вместе дотащить в итоге нам пришлось принять такое решение потому что нам предлагали переливание крови удаление селезенки собаке 13 лет и все это ей вытерпеть крови у нас не было кровь надо было покупать донорскую в общем нам сказали где-то 60-70 тысяч только для первоначального как бы процесса чтобы влить ей кровь чтобы удалить селезенку и дальше там уже смотреть в селезенке у нее куча опухолей которые кстати были уже два года назад и нам врач сказал сколько проживет не мучайте собаку не делайте операцию она может не перенести операцию и мы вот так приняли решение два года собака еще прожила и была счастлива и что ее мучить сколько всего это надо делать таскать ее у нас ни машины ни на руках мы ее не можем таскать и собака просто уже в конце дня лежала буквально даже не шевелилась поэтому мы было сложно мы приняли такое решение и Джелочка ушла за радугу как это говорят сейчас очень сложно об этом говорить я потом сделаю ролик о Джеле и о собаке Лере которая у нас тоже два года назад умерла они обе прожили по-моему около десяти лет вместе и Джелочка постоянно искала Леру собачка которая у нас была до этого но Лерочка у нас отравилась что-то съела на улице и буквально за полчаса сгорела наверное какой-то крысиный яд или что-то такое не успели мы ее довести дотащить до ветлечебницы и Джелочка постоянно искала Леру и вот сейчас они там вместе я надеюсь что они обе счастливы ну и когда-нибудь мы с ними встретимся вот так вот сейчас мы без собак и брать в ближайшее время пока не планируем очень тяжело переносить такую потерю собака прожила полных тринадцать лет счастливой жизни у нас мы ее взяли когда ей был годик в приюте и можно сказать раскрасили ее жизнь красками ну об этом обо всем я буду рассказывать позже когда станет немножко полегче и о Лере и о Джеле сделаю отдельный ролик пока все не забывайте